У незнакомого посёлка на безымянной высоте В семье воевали и деды, и прадеды. К сожалению, я дедушек застал, но слишком в юном возрасте, поэтому все рассказы о войне и прочие истории я слышал уже в более сознательном возрасте от моих родителей, мамы и папы. Так получилось, что во Вторую мировую войну и непосредственно в Великую Отечественную войну участвовали оба моих деда, то есть отцы и по маминой, и по папиной линии. Самое удивительное, что вместе с ними в это же время воевали их отцы. То есть у меня на фронт уходили 4 человека, 2 прадеда и 2 деда. Это очень интересная история, как мой дедушка, грубо говоря, ему повезло остаться в родном селе и сбегая вперёд в 43-м году, сбегая вперёд в своём рассказе, и остаться в селе на 2 года, и в 43-м году убежать с наступающими советскими войсками на передовую и дойти до Берлина. Так вот, как удалось обмануть немцев в этом селе, где дедушка рос, учился и была вся его семья. Дедушка, в принципе, был среднего телосложения, достаточно здоровый на вид. Бабушка Гана взяла нож и в районе голени на ноге сделала что-то вроде ссадины, так, чтобы даже кровь не пошла, но что-то вроде было большой царапины. Тогда все пекли хлеб сами, и в доме где-то стояло, как мама говорила, украинское слово «дюжа», ну что-то вроде большого ведра, кадушки или что-то такого, где тесто замешивали. Ну и всегда оставляли немножко теста, чтобы потом, когда замешивают следующее, начинало правильно бродить, всех этих технологий не знаю. И она на эту ссадину дедушке, прабабушка Гана моя, приклеила немного теста, обвязала тряпкой в саже. Как мама говорит, эта тряпка в саже была почище, чем многие вилки и ложки в доме. И в тесте там ничего плохого не было. И за день-два это тесто присосалось к этой ране и, скажем так, стало жить на ноге. Когда немцы шли по дворам и собирали всех и вся, зашли в двор прабабушки Ганы моей и, собственно, дедушки Гаврила. Они, конечно, понятное дело, что было страшно, но они еще те актеры разыграли сценку. Дедушка лежал около печки со стонами, повязанная голова была, бабушка крестилась, молилась, там, мало-мала и меньше, по дому бегали, плакали все, немцы к ноге, что там такое, ну, записывают же, что, где, какой двор, сколько человек, куда, кого и как. Развязали, дедушка стонет, а там она цвета, как кожа, это тесто, уже приросло за два дня, живое, шевелится, немцы поматерились, швайн, швайн, написали негоден и больше в этот двор не заходили. Дедушка еще там потом пару дней походил с повязкой, ну, штаны широкие, ничего не видно, так и остался. Потому что, если бы забрали, не факт, что, наверное, был бы здесь я сейчас на этом месте. Вот осень 43-го, дедушка прознал, что там где-то наши наступают, идут, убежал через овраги, местный же был, знал все, как, где, куда, и прибежал к нашим войскам. Само собой, там его накормили, он рассказал, где, какие расположения, где, какие немцы, где что, и остался. Пришлось, конечно, соврать ему, что ему 19 с половиной, чтобы его оставили, скажем так, в рядах. Потому что скептически, конечно, относились, хотя есть, конечно, другие истории, когда брали всех и вся, и 15-летние, 10-летние работали на всяких заводах и так далее, потому что не было другого выхода. Но, тем не менее, чтобы его точно оставили, не отправили обратно в село, мол, не мешай, парень, ему пришлось соврать, что ему почти 20. Ну, почти 20, почти призывной возраст, так он и остался. И с этими войсками, которые были всегда на передовой, дошел до Берлина в 45-м году. У незнакомого поселка на безымянной высоте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok